Самый быстрый в мире робот был создан и запущен в космос в далеком 1977 году. Вы, наверное, уже догадались, что речь идет о знаменитом высокоавтономном аппарате Voyager 1, ставшем самым важным космическим беспилотником нашего времени. Мы покажем самые выдающиеся снимки и записи с легендарного робота, расскажем, как его создавали и что все еще продолжает работать на его борту. Покажем кадры запусков аппаратов серии Voyager, и поговорим о будущем их и нашим. Полетели! NASA приступила к работе над созданием корабля Voyager в 1972 году с бюджетом примерно 5 миллиардов долларов США по сегодняшнему курсу. Цель программы состояла в том, чтобы совершить путешествие по внешним планетам Солнечной системы, используя такое редкое явление, как парад планет. Гравитация планет в этом случае ускорила бы космические корабли, позволив хотя бы одному из них впервые посетить Уран и Нептун. Но на самом деле кораблей должно было быть четыре. Но недостаток финансирования вынудил ученых сократить миссию до двух аппаратов на базе хорошо отработанных автономных межпланетных станций Мариня, созданных, в свою очередь, на основе лунных аппаратов Ranger. И, кстати, ученых NASA очень беспокоило, что поля излучения Юпитера могут вызвать короткие замыкания внешней проводки корабля. Поэтому инженеры экранировали и заземлили кабели из зондов обычной алюминиевой фольгой, в которую мы заворачиваем продукты. И это сработало. В итоге, Voyager 2 был запущен в космос 20 августа 1977 года, а Voyager 1 — несколько недель спустя, 5 сентября этого же года. И это не было ошибкой, так как ученые заранее знали, что Voyager 1 обгонит своего более медленного брата и уйдет в глубины космоса гораздо быстрее него. Но обе миссии чуть не провалились на старте. Ученые на несколько дней потеряли связь с Voyager 2, так как компьютер робота вышел из строя, и его пришлось удаленно перезагрузить. А Voyager 1 вообще мог не выйти на орбиту из-за утечки топлива в ракеты-носители. Однако все обошлось, и мы получили самые невероятные снимки Юпитера. Увидели красоту Сатурна! Voyager 2 до сих пор остается единственным космическим кораблем, добравшимся до Урана и Нептуна. Мы узнали, что Уран почему-то завалился на бок, что он окружен кольцами из газа и пыли, а также десятками лун. Мы впервые близко увидели Нептун. Покинув пределы Солнечной системы, Voyager 1 передал на Землю сенсационные звуки межзвездной плазмы. И он до сих пор присылает нам на Землю удивительные факты о космосе, расширяя границы наших знаний. И это при том, что космический робот несется со скоростью 61 тысяча километров в час и посылает сигналы на расстояние больше 26 миллиардов километров. И как же в 1977 году удалось создать технологии, способные на все это? Во-первых, оборудование Voyager до сих пор работает, так как питается от трех выносенных на отдельной штанге радиоизотопных термоэлектрических генераторов, использующих Плутоний-238. Однако, так как количество энергии, вырабатываемое двигателем, все время уменьшается, всего через несколько лет они перестанут питать приборы на борту Voyager. Хотя сами космические роботы продолжат лететь прочь от Солнца, преодолевая одну астрономическую единицу за каждые 126 дней. Мозг Voyager состоит из двух компьютеров, командная подсистема, отвечающая за управление приборами, и подсистема управления ориентацией беспилотников космоса. Надо отметить, что бортовые компьютеры космических кораблей серьезно отличаются от домашних. Они лишены многих встроенных функций, и все ради надежности, быстроты и предсказуемости робота. Компьютеры Voyager легко перепрограммировать, и на этом основан успех этой миссии. Например, в 2010 году в результате аппаратной неисправности компьютера Voyager 1 перестал передавать информацию, присылая вместо нее беспорядочные сигналы. Как понять, что произошло с компьютером, который на расстоянии миллиарда километров от Земли? А на такие случаи в лаборатории НАСА всегда есть машина, полностью аналогичная компьютеру на борту аппарата. Специалистам удалось смоделировать неисправность и понять, что дело в поврежденном участке памяти. После этого зонду по радио отправили самый натуральный патч, обновление программного обеспечения, учитывающий появившуюся аппаратную проблему, и работа продолжилась в штатном режиме. Ориентацию в пространстве аппарату помогают поддерживать датчики положения Солнца и звезды Канопус, инерциальный измерительный блок и 16 реактивных микродвигателей, четырех из которых достаточно для смены траектории. Связь с Землей обеспечивают две антенны, ненаправленная и направленная. Отражатель направленной антенны обладает диаметром 3,6 метра и всегда должен быть повернут в сторону нашей планеты. Проблема малой мощности передатчиков была решена на Земле существенным увеличением чувствительности приемников и повышением сжатия данных с помощью системы кодирования радиосигналов Рида Соломона. Все, научное оборудование расположено на двух вынесенных за корпус Вояджера штангах. Причем одна штанга длиной около 7,5 метров полностью отдана под оборудование для измерения магнитных полей. А на другой штанге расположены камеры, которые были отключены ради экономии энергии после выхода Вояджера из Солнечной системы, инфракрасные и ультрафиолетовые спектрометры для исследования атмосферы и температур планет и их спутников, фотополириметр для получения информации об аэрозоле в атмосферах планет, два детектора межпланетной плазмы, детекторы заряженных частиц низкой энергии и детекторы космических лучей, а также приемник для регистрации радиоизлучения планет, Солнца и звезд. Примерно через 1 миллиард лет Солнце начнет умирать и погубит в горячей плазме нашу планету. Но там, в глубинах Вселенной, все еще будут лететь два корабля НАСА с золотыми пластинами на борту, хранящими память о Земле, людях и нашей культуре 70-х годов. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. А я, Александр Байкер, прощаюсь с вами. I'll be back. Субтитры создавал DimaTorzok